Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 676. События дня. 2 езра 4.27. Многие погибли, избились с пути и согрешили через женщин. За 19 октября 2017 года. Никс Скляренко. Эти иереи живут какой-то своей отдельной жизнью. Во всяком случае тут, в Австралии. Нерадение и полное отсутствие участия в жизни христиан в приходах. Об их существовании известно по указам, а так полный ноль. Кем они себя возомнили, непонятно. Александр Николаев. Мир всем. Занятия опоздал, да и не разобрался, куда туда, как попасть. Набрал Пупков Сергей один. Мне нашли его, но и больше ничего. Вчера на зелу рации сидел с евангельскими христианами. Так со стыда чуть не сгорел за нашего православного. Беседовал я с ними на канале Бог и Человек. Заходит туда наш православный. Ну, а не ему сразу вопросы по Библии. Он рассказывает, значит, что крестился в 40 лет. И сына крестил перед уходом в армию. А не ему сразу вопрос. А что такое крещение? А для чего ты крестился? Ничего православный не смог рассказать им. Даже так и не дал им ответа на вопрос, для чего он крестился. Следующий вопрос задали. Что такое Пасха? Он им в ответ. Да Пасха это жена там готовит все. Яйца красит. А потом садимся и отмечаем. Вот с такими знаниями о спасении мы православные мечтаем спастись. Всего доброго вам. Что-то непонятно, кто написал. Здравствуй, Игнатий Тихонович. Смотрел ваш ролик об отлучении от церкви за неявку 3 раза на службу. Не слишком и строго. Нигде в Библии не обнаружил такого наставления. Вообще-то Господь говорил о молитве к Богу в тихой комнате. И нигде не сказал, по-моему, что молиться надо в каких-то специальных зданиях. Разве этого хочет Господь? Насколько я понял, Господь, наоборот, хочет, чтобы все спаслись. Никто не погиб. Более того, по притче о блудном сыне я вижу, что Господь, обратившемуся назад грешнику, рад больше, чем праведнику. То же самое я вижу в притче о потерявшейся овце, где Господь ради одного заблудившегося грешника бросает на время 99 праведников и идет спасать этого грешника. Вот настолько велика к нам грешным любовь Божия. Так что я не знаю, правы ли вы здесь насчет отлучения. А при чем тут я? Я же привожу каноны, какие правила, все. Это, как видите, какой разум. Я так думаю, мне так кажется. Ничего бы в церкви было за 2000 лет, если бы каждый так думал. Решение-то. Я так думаю. Сегодня на дорогах изменили правила, притом решительно изменили. И ты подчиняешься. Выключать или вверх включить, а вниз выключить. Сейчас наоборот сделали ты. И ничего ты не сделаешь. Почему тут-то соглашаешься? Приводишь ребенка в детсадик, там правила определенные, во сколько, чего, как забирать. В институт поступаешь, то же самое, какие экзамены. А я другое буду рассказывать, не получится. Никто тебя слушать не будет. А тут можно покуролесить. Написано. И правила нужны эти, конечно, нужны. А иначе его и не загонишь. Храма считается верующим. Спаси и сохрани вас, Господи, от всякого зла. Петр Шалаевич Гурнов. Вам, Игнатий, администрация крови еще попьет. Они не остановятся. Я смотрел и думал, что-то тихо. Неужели забыли вас? А оказывается, нет, не забыли. Гости приедут, там начнется проверка конкретная, как родители могли отпускать детей чужим людям. Не успокоятся дьяволы? Вот нынче успокоились, не было никого. Евгений Трапко. Многие так называемые пастора в протестантизме тоже живут своей отдельной жизнью от остальных прихожан. Так что это не только в православии происходит. Мол, попы от паства делились и сами живут своей отдельной жизнью. Я думаю, не надо заострять внимание на нерадивых иереях. Надо создавать братство общему снизу, среди обычных рядовых мирян. И не пытаться в храме сделать обмерщенных нерадивых мирян ревностными, благочестивыми, православными. Тоже непонятно, почему не стараться. Зачастую это, возможно, может и не получиться. Все попытки будут равны нулю. Может, кто-то и захочет переменить свою жизнь и поймет, что они ничем не отличаются от мира. Но таких, может, будут единицы. Надо из мира людей совершенно мирских, никогда не бывших в церкви, приводить в церковь и делать из них настоящих православных. С такими людьми легче будет работать. У них нет еще этой фарисейской церковной закваски в голове. Оттого-то есть успех в ловле душ человеческих у протестантов, что они совершенно чужды к церковной жизни, приводят людей к себе в общины, и зачастую люди у них остаются. Так что это не только в православии происходит, согласно Евгения Трабко. В православии, мне кажется, недостает просто обычных братств, общин, созданных из обычных мирян, не монашествующих. В православии, как правило, есть монашествующие братства, так называемые в монастыре, а вот общины – братства из обычных мирян, вступающих в брак, работающих на самых обычных работах в миру. В православии это как-то не приживается. Может потому, что там так популярно монашество, и уход из обычной жизни в монастырь из-за этого братства из обычных мирян не рассматривается. Так что, что-то такое, что может дать духовный подъем церкви. Ривка. Да, как хочется-то этой общности. Особенно, когда вырос в общине, трудно согласиться просто ходить в храм на богослужение. Хотя чувствуешь, что так и придется. А то застой получается. Ник Скляренко. Пасть порву и моргало, выколю за церковь. Потому что от Господа простите ради Бога. Евгений Тропков, Николай Скляренко. Поосторожней с выражениями. Ты сам до этого негодовал на иереев, что они отделились от обычных мирян, живут своей жизнью, и что они себя возомнили. А теперь вдруг у тебя вскипает ревность не по разуму. Выражение «пасть порву и моргало выколю за церковь мирской от мира сего». Всевышний сам защитит свою церковь физически. Интересно как. Достаточно вполне. Сразу все не получится. А потом, как говорит всегда Игнатий Тихонович, придется работать ради чего-то большего, чем просто хождение в храм. Как мне сказал после богослужения один старообрядческий епископ Яков в Иерусалиме, ты же пришел в церковь не для того, чтобы лежать на лужайке и слушать, как поют птички и ничего не делать в церкви. Становись дьяконом и начинай служить в церкви. Ну, или, по крайней мере, очень активным мирянином. Рифка, согласна. Просто учеба подходит к концу, и надо что-то думать, а может и не надо, Бог усмотрит. Хочется нырнуть подальше от города, а оно не ныряется. Евгений Тропков. Город городу рознь. Подальше от города не всегда хорошо. Скажем, в Иерусалиме в основном в больших городах сосредоточена церковная жизнь. Будь то православие или что-то другое. В больших городах, как Иерусалим, сосредоточены духовные институты. На периферии ничего зачастую нет. Если у меня не получится жить в Иерусалиме или во его окрестностях, я бы хотел жить и в Назарете. Это второй крупный христианский центр. У меня в городе ни одной православной церкви нет. А если нет церкви, значит нет никакого духовных институтов. Уже думаю перебраться в верхний Назарет, чтобы приобрести какое-то жилье и начинать там духовно трудиться. Верхний Назарет, он израильско-еврейский, а нижний арабский, христианно-мусульманский. Там живут арабы, там сосредоточение церквей и христианских святынь. Ривка, помоги Господи! Сергей Игнатов, мир вам! Кто наблюдательный? Да обратите внимание на полезные и актуальные для нашего времени народоматериалы на православную тематику. Кто? Такие документы не будем оставлять без внимания, в частности, обрадобрите, а распространять в социальных сетях мир вам. Слава Христу, что никакое гнилое слово, появившееся на странице нашего форума, типа пасть моргала, не останется без должного реагирования. У православных все их слова должны свидетельствовать, что они не от мира сего. В этом нам помогает постоянное чтение Евангелия, в том числе послание апостола Павла. Аминь. Сергей Козлюк, да будет ваше слово солью приправлено, верою растворенное. Вот тут вот, где Матилья, там еще мой мир, утренние вечерние молитвы. Это все. Вот так. Ну, чтобы показать наши ресурсы, сегодня интересно. Мой мир открывается. Поздравляю. Дальше. Хочу открыть форум. С первого часа ночи. А сейчас-то уже 6,24. Нету. Вот никак форум не открывается, и все. Ну, ладно. Сразу на наш видеоканал открытый мой. О, кому-то уже пока говорил, еще два человека какие-то комментарии дают. Посмотрим. Бывает, ругаются. Пользователь добавил комментарий. Самая сильная вера – это православная. Баптисты, боже упаси, это и вас погубит. Прямая дорога в ад. Проснитесь, люди, кому служите, дьяволу. Вот она на баптистов. Вот она где, к нам, которые баптисты приехали. Вот она. Пока не поздно. Во всех церквей динаминация. Динаминация и конфессия – это слова, которые прикрывают слово ересь. Это дьявол придумал. Или пастор. Вместо пастор. Он не пастор. Пастор. Великое ты. Ну, а дальше тут все есть. Где-то все-то еще есть. Ну, и... Это у нас видеоканал. Видео. И дальше в ответе Библии. Православный библейский сайт. Много что. Вопросы, ответы. Я обычно по одному вопросу беру. О войне. Вопрос 3369, 20-й том «Открытым оком». Если бы все начали молиться о войне в Чечне, то прекратилась ли бы там война? Ответ. Кто воюет там, они не будут о том молиться. Их благословили безбожные попы умирать за интересы олигархов, и они будут там погибать. У каждого дома враги и в церкви враги. Вот здесь бы вроде попроще, но без молитвы нигде не обойтись. Помощник и покровитель книга, страница 516, за обидящих нас. Помилуй, Господи, ненавидящих меня и за обидующих мне. Помилуй, Господи, клевещих на меня и наносящих мне обиды. Ничего злого не сотвори с ними за недостойного раба своего, но по неизреченному милосердию своему и по безмерной благости своей ни в этой жизни, ни в будущем веке. Да не потерпят они зла от меня грешного. Освяти их милостью Твоей и осени благодатью Своей все благи, потому что перед всеми благословен Ты во веки веков. Аминь. Преподобный Прямсиринг, о даровании Духа всепрощения. Спаситель, научи меня простить от всей души всех, кто чем-то либо обидел меня. Я знаю, что не имею права на помилование, что не могу предстать перед Тобой чувствами вражды, которые таятся в моей душе. Ощерствело мое сердце, нет во мне любви, помоги мне, Господи. Молю Тебя, научи меня простить обидящих меня, как сам Ты, Бог мой, на кресте простил врагов Твоих. О, Ты, благосердный, благие, человеколюбивый Божий, Божий мир, и Отец милосердия, и Бог всякого упования. А плакивай, признаю перед Тобой злобу сердца моего, что я склонен к гневу, сварливости, мщению, счастолюбию и гордости, из которых происходит только одна вражда и несогласие. И часто оскорблял Тебя, кроткий, долготерпеливый Божий, и Отче, и огорчал ближнюю моего. Прости мне этот грех, и соделай, чтобы насладился и я благословением, изрященным Тобою в словах, блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Господи Боже, итак, по справедливости нарекутся враждующие сынами дьявола. По милости Твоей, отврате от меня это проклятие, но даруй мне дух кроткий и долготерпеливый, мягкий. Любвеобильное и терпеливое сердце, человеколюбие в пребывании и общении с другими, чтобы никого не оскорблял, не нарушал дорогого мира, насколько от Тебя зависит от меня. Со всеми людьми пребывал в мире. Какой высокий дар есть мир! Он, как драгоценный ледь, текающий с головы Аарона на одежды его, как роса Ермонска, сходящая на горы Сионские. Там завещал Господь благословение и жизнь навек. Ты сам, Господи Иисусе, называешься князем мира. Ты назвал миротворцев сынами Твоими, и потому, без сомнения, нелюбящая мира – суть сыны дьявола. Ты в мире, миром к миру, и с миром призвал нас, сказал – мир вам. Святые ангелы желали нам этого высокого дара. На земле мир, в человека благоволения. Как сильно и сердечно просишь ты, чтобы мы были едино. Как ты с Отцом твоим, Отец, тебе и ты в Отце, так и мы в Отце, и в тебе, и ты в нас. Какое высочайшее единение обретается во Святой Троице. О, ты высочайшее единение! Свяжись сердца, любовь наша, любовью твою. Размягчи утише и садилай кроткими все жестокие сердца. Просвети их, да скоро забуду, и простят все обиды и оскорбления, как ты по великой благости скоро забываешь и прощаешь. Ты не свободен, Володя? Помочь считать. Даруй, чтобы мы да ради мира прощали друг друга, как ты просил нам во Христе, чтобы в молитве нашей не было препятствий, и она не обратилась в грех. Садилай, чтобы более любили дорогой мир, чем собственное наше мщение. Садилай, чтобы мы ради другого мира являлись нисхождением и уступчивость, чтобы нам сохранить у себя это дорогое сокровище. Дальше. А не потерять его, потому что горе земле и народу, у которых Бог отнимает мир свой. Потому что с тем вместе отнимает он милосердие. Так что никто не заботится о другом, как язычники, которые ничего не знают о Христе и о его кротком духе и сердце. Но исполняется ярость и во гневе своем, как Каэн, который был от дьявола. Потому что дьявол есть производитель всякой вражды. Боже, возброни ему, да не рассеивать между нами семени своего гнева и несогласия. О примирении с врагами. Милостивый Божий, Отче, оплакивая перед Тобой злое свойство моего сердца, по которому я нескоро на прощение оскорбивших меня. Ты имел бы причину отринуть меня за это от лица Твоего и мне равным образом отказать в прощении. Но Ты Бог, а не человек. У Тебя великое искупление, потому что пути Твои неподобны нашим путям. Прости мне, Боже мой, эту непримиримость и истреби ее во мне. Научи меня помышлять, как часто я оскорбляю Тебя. Оскорбляй же дневно и же частно. И при всем том надеюсь получить от Тебя прощение. Дабы я таким же образом, по примеру Твоему, прощал брата моего, согрешающего против меня не только до семи раз, но и до семидесяти. Даром не надлежащим образом размышлять о наказании, которым Ты угрожаешь непримиримым. Отказывай им в прощении, но повелеваю вернуть их в темницу, откуда не выйдут, пока не заплатят последние полушки. Соделай так же, да пример Христа Господа моего, помолившихся за врагов и распинателей своих, побуждает меня к истинному сердечному примирению, дабы я от искреннего сердца прощал брату моему согрешение его. Наконец, соделай, да получу прощение грехов моих и увереннее, что я живу во благости и благодати Твоей, в которой да сподоблю все блаженные кончины через Иисуса Христа Господа нашего. Аминь. 2 Коринфянам 5 глава 18-19 стих. Все же от Бога и Иисусом Христом, примиривши нас с Собою и давши нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Эфесянам 4.32 Набудьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Колосиан 3.13 Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Свихотворение Утренние ранние часы, чудесным вдохновением осиянны, забот клубок не давит, не висит, за ночь, за мир, за сон пою осанну. И к нам с рассветным утром входит удивление, и в чудном обновленное сознание в молитве, не сотворить кумира из постели с ленью, за то, что было, есть достойно восхвалите. Утренние свежие часы, что вы так торопитесь, спешите, сон же может все на нет свисти, ни во что поставить, что нажито. В тишине стоишь перед скилотом, сам за гранью видимых веществ, и поклону, чтоб не меньше сотни, за родных, за мир весь, вообще. По палатам рано пробегусь я, подокнуть страдания одеял, Господи помилуй, помоги Иисусе, да не будет вопр мой сон навял. Надо за границу бы успеть, вспомни патриарха, папу, мусульманство, здесь с Петром разбрасываю сеть, завидей таких, и бочежинок масса. О врагах, смутьянах возопить, об отступниках, монахах, лицемерах, есть знакомые цыгане-казаки, редко в ком евангельская вера. Власти буйствуют, жереют и воруют, обрати их, Боже всемогущий, в староверческом болоте нужны струи, чтоб мешался и его восущий. Утренние ранние минуты и бесценные чистейшие секунды, поднимайте на вершины круто, да не будем из-за линии скудны. 14.12.2006 года, Игла, Игнатий Лапкин. Все, благодарю, спаси Христос, на этом конец сегодня.